Здравствуйте! В прямом эфире программа «Городские подробности». Я и ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии депутат Совета городского округа город Кумиртау Артем Александрович Дьяченко. Артем Александрович, здравствуйте! Мы работаем в прямом эфире. Телефон 2-26-99. Если у вас будут вопросы по ходу беседы, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему диалогу. Телефон эфира будет периодически появляться на ваших экранах. Артем Александрович, в Совете городского округа вы не новичок. Второй созыв подряд работаете. До этого вы были секретарем в комиссии по ЖКХ. Сейчас вы член комиссии по бюджету. Как-то ваша работа изменилась? Можете рассказать, если да, то в чем? Ну, незначительно изменилась. Все дело в специфике работы. Как-то вот в комиссии по ЖКХ, промышленности, инфраструктуре и предпринимательству эта комиссия очень обширные вопросы затрагивает в жизни города. Поэтому там работа была, во-первых, побольше, ну и, во-вторых, она более такая острая была. То есть были там острые вопросы, по которым достаточно яркие споры происходили. Там на доработке возвращали законопроекты. В общем, была бурная деятельность. В комиссии по бюджету работа более такая спокойная, степенная. Поскольку здесь ты имеешь дело с деньгами, здесь эмоциям давать волю совсем не нужно, поскольку можно делов натворить. Поэтому здесь такая работа более спокойная, но более ответственная. Деньги любят тишину. Да, и счет. И счет. Ну, а смотрите, казалось бы, да, комиссия по бюджету. Что должна комиссия делать такого, чтобы постоянно собираться на свои заседания? Казалось бы, да, один раз бюджет приняли, но и, в принципе, это, наверное, работа закончилась. Ну, нет, работа на этом не заканчивается, поскольку в бюджете постоянно происходят изменения. Бюджет, он как живой организм. То есть где-то увеличиваются доходы, где-то увеличиваются расходы, либо, наоборот, все уменьшается. Появляются какие-то новые федеральные республиканские программы, в которых город активно участвует. И в последнее время все эти программы, то есть участие в них, выполняется только на условиях софинансирования. То есть город из бюджета должен определенную сумму выделить. Она там варьируется от 1 до 10%, чтобы участвовать в этой программе. Остальное приходит из бюджета в других уровнях. Поэтому работа у нас постоянно есть, постоянно загружена работа комиссии. Но и уточнение бывает в связи с тем, что на госзакупках что-то удается сэкономить. Вот какая часть дохода все-таки остается в результате того, что есть такая схема, как тендер? В последнее время конкуренция увеличилась именно по госзакупкам, поскольку все больше предпринимателей становятся участниками госзакупок. В том числе и благодаря тому, что по законодательству определенная доля госзакупок, определенный процент должен разыгрываться только среди субъектов малого предпринимательства. А среди субъектов малого предпринимательства, конкуренция, как правило, более высока, чем у среднего и крупного бизнеса. Там более такие уже монополии созданы. Поэтому экономия в среднем, где-то я могу сказать, около 20% по году, если так вот судить. Территория, опережающая социально-экономическое развитие. Такой статус город получил в конце прошлого года. Вы как депутат и также как бизнесмен, как восприняли это известие, что все-таки городу удалось получить этот статус, который теперь вроде бы предоставляет определенные налоговые льготы для инвесторов, для тех людей, которые будут открывать новые производства в городе? Ну, как депутат и как бизнесмен тоже в том числе воспринялся сдержанным оптимизмом. Почему? Потому что кроме той огромной работы, которая была проделана администрацией города, депутатами и вообще, в принципе, обществом, то есть мы все вместе сделали эту большую работу. Но одно дело – это получить статус территории опережающего развития, другое – привлечь инвесторов. Поэтому мы все видим, что работа продолжается, мы сами участвуем в этой работе, поскольку мы, даже как малый бизнес, например, в этом очень заинтересованы. Потому что там, где открывается большое производство, всегда рядом с большим производством малый бизнес находит ниши по обслуживанию данного производства. То есть производство каких-то мелких деталей, логистика, транспортные услуги, еще какие-то там аутсорсинг, например, уборка, охрана, техническое обслуживание, какой-то ремонт. То есть мы с оптимизмом смотрим в будущее, но с оптимизмом сдержанным мы понимаем, что не надо впадать в эйфорию, нужно продолжать работу. Но на сегодняшний день уже известны те предприятия, которые будут созданы у нас в городе. Это в маячном заводе, это швейное производство, оно уже работает, да, и еще несколько предприятий готовы открыть. Ну, казалось бы, да, Белебей Кумерта получил статус, бизнесмены должны выстроиться в очередь, чтобы открыть здесь у нас производство. Почему мы вот видим все-таки ту, наверное, кропотливую работу, где все-таки приходится людей убеждать, находить с ними какие-то связи? Почему не бизнес идет к нам, а мы за ними? Бизнес тоже идет туда, где ему хорошо, туда, где ему удобно работать с властью, где у него удобная инфраструктура, удобные площадя. Просто не каждому бизнесмену, например, подходит наша территория, потому что ни для кого не секрет, для того, чтобы организовать какое-то производство, это очень большие условия должны быть соблюдены, кому-то не подходит производственная площадка, кому-то нужно больше выучения, кому-то меньше. Где-то инфраструктура подведения, например, дорого или невозможно вообще подведение какой-то инфраструктуры. То есть с каждым бизнесменом работа проводится индивидуально и должна проводиться, и она проводится, я думаю. Потому что самое главное, бизнесмен готов вложиться, но он готов вложиться, если ему будет удобно. Если ему все, скажут, вот тебе, пожалуйста, есть такое помещение, если хочешь, мы посодействуем подведению вот этого, вот этого, вот этого, вы только организуйте. Это та история, где как раз челябинский инвестор в Маячном вроде бы и сам вкладывает деньги, и мы при помощи фонда развития моногородов создали инфраструктуру для него. Ну да, он в конце концов-то в любом случае бы построил этот завод за счет собственных средств. Извините, если когда ко мне подходит, например, голова или там представитель другой власти, да, подходит и говорит, вот, дорогой, ты вот нам создаешь рабочие места, мы вот тебе готовы помочь, вот это, вот это мы тебе делаем бесплатно. Естественно, у инвестора сразу отличное настроение и большое желание продолжать работать на этой территории. Потому что деньги любят счет, любые деньги, даже миллиардеры считают свои деньги. Да, вы как человек от бизнеса, наверняка ведь знаете разговоры, которые ходят среди местных бизнесменов. Уже какой-то вот для себя нишу приглядели вокруг каких-то крупных предприятий, которые будут открываться у нас в городе? Как вы сказали, аутсорсинг, да? Да, нет, я не связываю, вот я лично свой бизнес, которым я сейчас занимаюсь, совсем не связываюсь с этими предприятиями, поскольку он, ну, несколько другая направленность у меня. Но в то же время я буду внимательно присматриваться, чтобы организовать, например, новый бизнес, это тоже не так сложно. Бизнес у вас сейчас в строительной сфере? Да. Как-то, наверное, несколько лет назад вы пытались организовать бизнес в сфере переработки в торт сырья. Тема достаточно актуальна, тем более, что вот сейчас и в России объявлен год годом экологии. Почему все-таки не сложилось, можете сказать? Несколько причин было. Во-первых, это недостаток инвестиций. То есть для того, чтобы дальше развивать, нужно было еще вливать денежные средства. Ну, на тот момент их в таком количестве не было. Во-вторых, эта конъюнктура рынка на тот момент сложилась так, что цены на вторсырье резко просели. В том числе и даже вот транспортная база в то время перестала даже принимать картон. Вот, поэтому дело забросили. Впоследствии еще несколько раз пытался. Но есть разные причины. Вот, например, в этом году мы планировали, вернее, разрабатывали проект с товарищем по созданию мусоросортировочной станции. То есть это мусор сначала сортируется, а потом уже вот эти неликвидные отходы, органические, так называемые хвосты, прессуются и отправляются на полигон, либо на мусоросжигательный завод. Но здесь у нас все было замечательно. Был инвестор, нашли инвестора, договорились и с городскими властями, и с транспортной базой. То есть все у нас было отлично, но, к сожалению, законодательства должны были принять с 1 января 2017 года, но до сих пор пока еще откладывают принятие решения по определению порядка работы региональных операторов по мусору. То есть это то же самое, что пока по ремонту. Вот сейчас у нас есть один рекоператор. По закону может быть их несколько в республике, может быть в каждом городе этот оператор. То есть пока вот эта вот законодательная база не будет окончательно установлена, инвестировать в такой бизнес очень рискованно. То есть для бизнеса пока условия игры есть? Да. То есть нет пока условий, непонятно по каким правилам будет игра дальше происходить. Поэтому инвестировать в такой бизнес, где непонятно, что произойдет, на данный момент нерентабельно. Но идея продумана, то есть там все оборудование, все продумано уже, бизнес-план готов, вот сейчас ждем изменений в законодательстве, возможно, это тем временем не меру. Но будущее все-таки за переработку вторсырья. Ну естественно, да, потому что закапывать это уже прошлый век. Хоть у нас и территория большая у страны, вроде бы земли достаточно, но переработка вторсырья это в первую очередь, а оставшиеся органические отходы уже необходимо сжигать. — Артем Александрович, ну отойдем от таких, наверное, отурованных тем, приземлимся ближе к нашим жителям города. С какими вопросами, с какими проблемами ваши избиратели, может быть, не только ваши избиратели, обращаются к вам? Какие вопросы интересуют людей? — Абсолютно разные. Здесь невозможно выделить какую-то конкретную тему. Вообще, в основном с проблемами, которые уже конкретно наболели, когда человек уже пытался обращаться в разные инстанции, в основном с инстанции приходили ему отказы, отписки, и вот как последнюю инстанцию он видит все-таки депутатов. Я считаю, что это правильно, поскольку мы как раз и представляем интересы народа. Поэтому к нам уже приходят обычно с такой пачкой бумаг, запросы, ответы, и дальше мы начинаем свою работу. — А муниципальный депутат может помочь человеку, у которого уже действительно такой толпун отписок? — В каждой проблеме надо разбираться. Где-то возможно помочь, где-то невозможно, где-то, например, возможно помочь, но на другом уровне. Например, мы отправляем, у нас есть депутаты от нашей партии ЛДПР в Курултае, в Госдуме, то есть мы направляем запросы уже на имя этих депутатов. Но, насколько мне известно, в нескольких случаях удалось помочь именно на уровне депутатов в Государственной Думе. То есть тут все индивидуально, ко всем индивидуальный подход. — Принимайте всех, и никто не смотрит на то, что вы в комиссии по бюджету? — Не, принимаем абсолютно всех, никто не смотрит, в какой депутат комиссии, да большинство и не знает, в какой я комиссии. Большинство даже не знает, по какому избирательному округу я баллотировался и избрался. Но это не беда, если ко мне придут с восточного избирательного округа, я, естественно, не откажу человеку и приму его. Единственное, мы всех сразу говорим, что мы ничего не обещаем, но мы будем работать и сделаем все возможное. — Где ведете прием, куда люди могут обращаться? — В основном прием ведется у нас, у нас прием по графику ведется в депутатской комнате, это в администрации. Ну и по личным, например, бывают люди на телефон, на сотовый звонят, поскольку мой телефон размещен на стенде на втором этаже в администрации, где все депутаты у нас вывешены на стенде. То есть там мой сотовый телефон, который всегда при мне, я всегда на связи, если связь есть. Бывает, что мы договоримся о встрече в общественный прием на ЛДПР, это тоже на площади находится, в здании бюджетки рубля на четвертом этаже. Бывают депутаты в комнате, встречаемся по-разному. — Но все-таки люди могут смело обращаться, какой бы у них вопрос ни был. — Ну, естественно. Мы никому не отказываем. Никому не обещаем, но никому не отказываем. То есть если вопрос возможно решить, то мы будем его решать. Бывает так, что вот сразу видно, что ну нет, ну не решится вопрос. Ну объясняешь человеку, и людям достаточно того, что их хотя бы выслушали. Потому что в основном их отпинывают как футбольный мяч, когда ты приходишь, когда тебя выслушают, объясняют, что ну вот действительно здесь никак, закон не обойдешь или еще что-то. — Но по статистике больше удается помочь, или же все-таки вот мы не обещаем здесь как раз-таки эта оговорка и сказывается? — В основном, ну как я вам скажу, где-то 50 на 50. — Все понятно. Артем Александрович, спасибо большое за то, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Сегодня у нас в студии был депутат Совета городского округа города Кубертова Артем Александрович Дьяченко. Это была программа «Городские подробности». Спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова